МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале встречи глава Люберец отметил совместную двухлетнюю работу в формате объединенного городского округа. Задачи были и есть непростые – финансировать в равной степени все, чтобы подтянуть поселки к уровню города. Только за 2018-й удалось сделать рекордное количество дорог и подъездов. Большая работа прошла в сфере благоустройства. Сформированный бюджет на 2019-й позволит и дальше развиваться округу. Прогнозный объем бюджета на 2019-й год перевалил, такое слово употребляю, за 10 миллиардов рублей. Более половины этой суммы, это 53%, составляют собственные налоговые и неналоговые доходы с ростом к уровню текущего года на 16%. Вторая составляющая доходов, а это 47% от их общей суммы, приходится на субвенции и субсидии, поступающие из областного бюджета. 24 социальные программы традиционно станут основным направлением расходов бюджета. В сфере образования выделили половину. Кроме прочего, средства пойдут на строительство трех пристроек к школам, текущий и капитальный ремонт учреждений. Второе по объему расходов направление – формирование городской среды, благоустройство. Следующая программа – культура. Объем ее расходов составляет 630 миллионов рублей. Из них 581 миллион расходуются на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры. Программа – спорт. Объем финансирования – 361 миллион рублей. В рамках этой программы финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта – 244 миллиона рублей. Проект бюджета народные избранники приняли единогласно. На посты депутаты обсудили ряд текущих вопросов, а также утвердили новую кандидатуру на пост заместителя председателя Совета депутатов округа. Кроме того, работу Совету депутатов оценила Московская областная дума. На заседании председателю Сергею Антонову вручили награду за вклад в дело развития законодательства. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова